Так и хочется сказать доброго водоречка, но уже день, уже наверное 3 часа дня. Я тут под древами, под ёлкой, под фикосом стою поближе к окошку, чтобы было посветлее. На улице прекраснейшая погода, солнце с самого утра, тепло, хорошо, красиво. И появилась наконец возможность только сейчас выбраться. Поеду, заеду к Свете, хочу забрать один молочник, который она мне решила уступить. Какой-то очень интересный, красивый английский. И еще были кое-какие на этой неделе приобретения. Завтра возможно барахолка, возможно нет, не знаю как там получится. Ну а пока выберемся, посмотрим что там на улице. Там прекрасно, чудесно, упускать такой день нельзя. Ну, то есть как всегда, немножко со мной, немножко болтовни, немножко риги, всякого разного, по чуть-чуть. Я продолжаю ходить все в том же пальто, шапочки, шарфики, тут ничего не меняется. Единственное, что меняется, это ароматы. Сегодня возьму, наверное, что-то я тут доставала с утра. Вот такой вот жуси-кутюр, он зеленого цвета, ну такой есть, свеже-зеленый, но сладенький. Такой приятный, пускай будет вот этот аромат. Он не очень яркий, не очень навязчивый. И вместе с ним пойдем сейчас гулять. Воробьешки расчирикались, потому что день солнечный, красивый. Наверное, им кажется, что опять весна началась. Хорошо, конечно, чтобы вот так после осени опять весна. Где-то прячутся в кустиках сирени. Пойдем, наверное, через парк. Там будут желтые листики, которыми можно пошуршать. Их все меньше и меньше на деревьях. Работы дворникам все больше и больше. Смотрите, какой ковер из листьев. У меня по-прежнему голубое. Это так необычно. Для осени обычно у нас пасмурно, дожди. Поэтому хочется порадоваться этому дню. Здесь дуб облетел. Но у него листья не желтели. Они просто стали сухими, коричневыми и опали. По-моему, остались только клёны еще где-то желтые. Я последние дни, когда гуляла, что-то есть и видела красивые деревья, фотографировала. Все последние желтые, яркие, вспышки такие. Поэтому пока я еду, показывать будет нечего. И покажу вам эти несколько фотографий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так выглядит конечная первая трамвай, куда мы с вами приехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы были старинные дома Не старинные, а старые дома, которые когда-то давно построены Потом стали новостройки Дам осталось Там есть и малина растет Много разных цветов Они уже одичали, стали меньше Но они садовые Вот интересные Интересно. Около озера огромное. На озере утки, вебеди. Утки разномастные. А зимой катаются на коньках. Специально для детей, для взрослых. Кто на лыжах. У озера замерзает. Интересно, эту зиму мы ходили. Прямо по льду ходили? Да, прям по льду ходили. Не страшно? Потому что снег был. Я так боялась сначала, но потом девчонки мои пошли и я за ними. Сейчас не цветет. Мы так потихоньку со Светой опять к чаю и к булочкам потянули нас опять. Никак не можем удержаться. Надо бы не есть и не пить вот этого всего. Мне нравится с чаговичкой слабости. Как? Вот мы состоим из наших слабостей. Так что идем пить чай. Я взяла чай и такое Олу ликера. Такое-то пирожное личное. А у Светы такое-то ВС Кука. Что-то такое интересное с кремом внутри. И кофе с молоком. Вот такие мы сегодня, как бы назвать нас? Расточители. Расточители. Совсем уже вечер. Половина шестого. Я уже иду домой. Мы отлично погуляли со Светой, попили чаю, поболтали обо всем, даже о политике. Хотя обычно мы избегаем эти темы. Несу домой потрясающей красоты сливочник. Ну или молочник. Постараюсь вам его еще сегодня показать. Хотя будет освещение, наверное, дома уже недостаточно хорошее. Ну и так, чтобы продлить удовольствие, иду такой длинной дорогой к себе домой. Круговой. Мимо школы вот английской. Какие вот тут еще до сих пор что-то пытаются цвести. Какие-то тут комарики летают с тайками. Ну, потому что сегодня был теплый день. Вот сейчас уже чувствуется такая прохлада. О, здесь рядом дорога. Поэтому будет шум машин. Но скоро мы с вами отойдем подальше, и ничего уже не будет слышно. Вчера... Сейчас расскажу тут про это велосипедисты. Не хочется, чтобы они думали, что я их снимаю. Давайте двор школы покажу. Вчера настроение было не очень, ничего не снимала, запуталась там с бухгалтерскими расчетами. У нас наш кооператив перешел на новую бухгалтерскую программу и прислал какие-то там совершенно непонятные счета. И так как я человек совершенно не экономического склада характера, я ничего в этом не поняла. Я запуталась и расстроилась и разозлилась. Вышла погулять вчера. Зашла в один магазинчик сувениров и кое-что там купила. Тоже покажу покупки. И среди них была такая ручка, выполненная в стиле Уильяма Моррисона. Если вы знаете, он в викторианскую эпоху как бы работал. Делал потрясающие совершенно обои. Вот обои Уильяма Морриса. Любой викторианский дом может гордиться, если у него что-то осталось. Гобелин или еще что-то в этом роде. Потом нашла фильм. Так, сейчас название не скажу. Эбби. В общем, тоже о тех временах. Фильм еще не посмотрела, но думаю будет интересный. И начала, как всегда, вот это меня что-то толкает. Какое красивое желтое дерево. Толкает на поиски дальше. Узнать побольше об этих обоях. И вчера искала, лопатила весь интернет. Нашла образцы его рисунков. Как это все выглядело. Мне очень понравилась фраза. Он как бы рассказывал о том, что любая вещь, она должна будить в тебе очень положительные какие-то воспоминания. Иначе она не имеет никакого смысла. Не знаю, какие воспоминания будили в нем его рисунки, но они просто шикарные. Давайте пока я тут медленно бреду. И вроде показывать особо интересного нечего. Я вам сделаю опять-таки маленькое слайд-шоу тех обоев, гобеленов, тканей, которые он сам рисовал. И чтобы вы попытались понять, какие же воспоминания были у него хорошие. Потому что они настолько сложные, настолько рисунок сложный, тона, цвета подобраны. Это, конечно, изумительно. Я была в полном восторге. В общем, что я болтаю. Лучше посмотреть. Вовой пути След pre-п티 Angels Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 кстати завтра поеду смотреть живых птичек есть одни птички редкой породы во всяком случае я таких раньше не встречала которые вполне могут дружно жить с моими амадинчиками а так как клетка у них очень большая то вполне возможно новая парочка поселится чем-то они похожи кстати на этих только у них головка по моему розовая вот такие вот такой совенок деревянные добавился в коллекцию птичек еще свинка копилка свинка копилка очень актуальные вещи надо копить это я все только трачу кажется что прямо там что-то что-то там что-то там а я поняла что там это сама свинка мне немножко треснула потому что когда я шла она у меня упала видите трещину для ее подклею потому что свинка очень милая мне не хочется чтобы она пропала совсем окончательно и бесповоротно это был день когда мне все падало из рук я разбила много красивых тарелок в общем это был тяжелый день поэтому свинку мы с клеем и отремонтируем свинка не переживай ты будешь как новенькая несколько красивых шкатулок самых разнообразных по времени изготовления по производителю по размеру вот четыре шкатулочки вам покажу новые вот это такая матовая на ней есть хотя бы дата 1999 год это маки довольно тяжелая какое-то интересное здесь такое на ней вот все прямо как вылепленное вручную и это здорово никаких других обозначений нет не стали нравятся маленькие шкатулки потому что них есть свое очарование и прелесть самая большая шкатулка с надписью япония но япония ли это я потом тоже искала все о японских шкатулках но такую подобную не находила потому что она фарфоровая здесь очень красивое изображение тоже фиалочек или нет это анетины глазки у нас она вся металлической оплетки тяжелая оплетка местами уже начала приобретать свою патину такую какую-то красноватую золото уже начала становиться каким-то красноватым не знаю что откуда мне кажется что это очень что-то современное но конечно и не старинное но тем не менее вот такое вот интересное а старые японские шкатулки они конечно просто волшебно восхитительно у меня тоже есть подборка на эту тему потому что я всегда я не могу остановиться мне всегда вот эти поиски розыски я точно в прошлой жизни была какая-то собака и щейка или может быть какой-нибудь там сыщик я разыскивала смотрела хотела найти подобное но нашла кучу других интереснейших просто красивейших необычных японских шкатулок давайте сейчас тоже быстренько вам покажу хотя бы несколько вариантов чтобы вы знали чем они отличаются от это это больше похоже на конечно европейскую какую-то но написано япония это все еще раз кучу вам да и а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две европейские шкатулочки Английские, по-моему, обе прелестные, маленькие Но зато смотрите, здесь даже внутри изображение той же самой лисы Чудесное, что мы там видим Что-то вот такое И здесь тоже есть какое-то клеймо, надеюсь, я показываю правильно Тоже изящная, маленькая, с цветочным красивым рисунком, богатым И тоже внутри у нее есть продолжение этой темы цветочной В общем, цветочная тема меня захватила просто полностью Я не могу пройти мимо ничего, что с цветами Ни мимо современного, ни мимо старинного И вот такая очень даже современная кружка Ну да, тут написано, что какое-то лимитированное там издание Все такое, вот чайная роза белая тут с бабочкой Она мне понравилась тем, что она невысокая С громадной хорошей ручкой, очень удобная И, конечно, опять же, с нежным рисунком цветочным Тем более розы белые Не знаю, сейчас так хочется вот понюхать какую-то розу Надо будет завтра на рынке посмотреть и купить какую-то Хотя бы одну розочку поставить в вазу Хотя это такие траты на букеты, на живые цветы Они, конечно, какие-то такие вот вроде не совсем оправданные Ведь он постоит там 3-4 дня и все Но, тем не менее, это прекрасно Как вы относитесь к живым цветам, букетам К регулярному их, скажем, приобретению И чтобы они стояли у вас дома Или вы считаете, что это ненужные траты денег И это только по праздникам И последнее, что осталось Но самое, конечно, чудесное Собственно, ради чего я и ездила сегодня к Свете Вот такой вот обалденно чудесный молочник-сливочник Будем их называть так Потому что размер-то у него такой Ну, если для сливок, то много сливок Для молока более понятно Земляничка Цветущая земляничка Ягодки землянички Усики землянички Все, как она растет в природе Где-то даже какие-то бабочки Очень красивый верхний край Тоже такой, но не современный В ней вот чувствуется Пускай там не древность Но какая-то винтажность Однозначно в ней и есть Это у нас английский фарфор Так, если я правильно показываю То, по-моему, он Staffordshire Ну, посмотрите, какая же это красота Даже не нужна никакая позолота Здесь по краю идет тоже зеленая тонкая линия Изумительная вещь И вот, как бы не была хороша и красива Современная кружка Но она все равно проигрывает, на мой взгляд Потому что в этих старых вещах В них какая-то живет своя душа Не знаю, может быть, тогда больше было Ручной работы И люди вкладывались больше во все это Разрисовывание, вылепливание Может быть, сейчас все идет гораздо более промышленно Проще, там деколи различные Может быть, со временем Эта кружка тоже станет очень такой милой, душевной Особенно, если я буду пить из нее каждый день чай Лет через 30 Вот, но это просто замечательное что-то Мне так понравилось Спасибо Свете, что она уступила мне эту прелесть, эту красоту Ну, вот такие вот, вроде бы небольшие покупочки Да, но чудесные совершенно И исправили мне настроение Подняли Я не знаю, конечно, завтра барахолка Но мне очень не хочется тратить деньги Потому что Есть на что их тратить На кое-какие другие Вещи Но устоять и не поехать Я, конечно, наверное, не смогу И хотя бы просто, как всегда я говорю Просто посмотрю А вы в это верите Что я просто посмотрю Я себе не очень верю Но постараюсь Ну, вот так вот Всего хорошего До новых встреч Ну, практически до завтра Пока-пока